Это программа «Говорит губерния». Вы знаете, есть словосочетания, вернее, аббревиатуры, да, ЖКХ, обретающие самостоятельно мистический смыкл. Только скажу ЖКХ, сразу целая вот картина перед глазами. А сейчас появилась такая же аббревиатура «ТКО» – «Твердые коммунальные отходы». «ТКО» – это вот весь тот мусор, который мы производим, и, собственно, над утилизацией которого и бьется наш министерство ЖКХ, реализуя так называемую мусорную реформу. Во-первых, я прошу вас позвонить 456645 и признаться, вы уже сортируете свои твердые коммунальные отходы, там, отдельно бумага, отдельно пластик, стекло и пищевые отходы или нет? А я пока представлю нашего гостя, у нас в гостях Дарьи Тюрьев, министр ЖКХ Хабаровского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Мусорная реформа продолжается. Но я помню, что у нас была отсрочка, да, на год в связи с введением как раз-таки новых правил. Что сделано и готов ли Хабаровский край с 1 января как раз перейти на новые правила? Ну, не самоцель Хабаровского края – зайти в реформу и получить какие-то отрицательные от этого эффекты. В положительных тарифах и так далее. Естественно, наша задача стоит все-таки положительный эффект получить. То есть, чтобы не вырос тариф, чтобы комплексная система обращения с отходами заработала. Действительно, с последней нашей встречи все больше людей начинают мусор сортировать. Вот в прошлый раз я называл порядка 70 дворов, в этот раз уже около сотни дворов. Только у нас информация есть, где люди начали отдельно сортировать этот мусор. Весь мусор, который отсортирован, отсортирован. Есть компании, которые готовы забирать этот мусор полностью, бесплатно вывозить с площадок и дальше утилизировать. Наша задача сегодня создать… Мы изменили схему обращения с отходами, мы ее откорректировали. Мы обозначили дополнительные места, где можно действительно накапливать и куда возить этот мусор можно. Мы сегодня получили наконец-то от реальных инвесторов заявление на возможность создания в Хабаровском крае объектов. Объектов по сортировке, современных объектов, объектов по утилизации. И вот сегодня есть инвестиционное предложение по созданию такого комплекса в городе Хабаровске, Комсомольске, в Николаевске и в Советской Гаваде. А в Хабаровске надо ли? У нас же есть мусороперегрузочные станции и вроде бы даже нет необходимости в таком количестве в Хабаровске. Я знаю, что в Комсомольске, да, пригодилось бы, понятное дело, Амурск, Николаевск, дальше Северный. На самом деле и в Хабаровске, и в Комсомольске сортируется мусор, но очень в малых объемах. Даже наши станции Северная и Южная, которые построены, они больше являются станциями по перегрузке, то есть по прессовке мусора и дальше уже перевозке его в совершенно другом состоянии. Сортируется небольшой объем. То есть по нашим расчетам примерно около 5-6% от всего мусора там сортируется. То есть сегодня есть целевая задача, это программа экологии, это национальный проект, и ставятся целевые задачи сортировать к 2024 году, отправлять на сортировку минимум 60%, утилизировать 36%. То есть эти показатели есть, мы стремимся к тому, чтобы их остановить. А что надо сделать, чтобы достичь этих показателей буквально через 5 лет? Ну, если брать сортировку, то нам нужно поставить в городе Хабаровске сортировочный комплекс дополнительно минимум на 100 тысяч тонн в год. И тогда мы добьемся действительно объема необходимого для сортировки. В Комсомольске надо примерно такой же объем поставить. Есть небольшие компании сегодня, которые нужно поддерживать, которые сегодня уже развиваются в этом направлении. Например, в Комсомольске есть компания «Сталкер», которая этим занимается и достаточно успешно. 100 тысяч тонн в год, прости, перебью, 100 тысяч тонн в год. Сколько лет уйдет на строительство такого объекта? Мы успеем в пятилетку? Я буквально неделю назад вернулся с Москвы, с командировки, и мы были на нескольких объектах, их построили в течение полутора лет, если быть точнее. И объем обработки там намного больше, там около 250-260 тысяч кубов в сутки. Поэтому я считаю, что это реально. Это все в течение полутора лет, двух построить. Можно уточнить, мы все время говорим, сортировка там, переработка, а что все-таки с этим муцаром происходит? Если мы рассортируем отдельно пластик, отдельно бумагу, отдельно стекло и отдельно пищевые отходы, что вот с каждым из этих видов потом должно быть в идеале? Ну, если брать бумагу, она сегодня полностью вся сортируется, отбирается, и есть сегодня компании, которые занимаются этой бумагой. Если металл жесть брать, то тоже вы знаете, что сегодня металл практически весь в пунктах приема вторичного лома, он собирается весь. Стекло также есть сегодня компании, которые готовы стекло отбирать и дальше его перерабатывать. Кроме всего прочего, есть огромное количество предложений от наших соседей. То есть они готовы брать в отсортированном виде тот или иной материал для вторичной переработки. От китайцев? В том числе, да, это Китай. А соседние регионы насколько готовы также принимать? Или наоборот, мы готовы у соседних регионов брать какое-то сырье? Мы уже что-то берем. То есть, например, если брать бумагу, это чистая бумага, которая берется нашим производителем, я компанию называть не буду, но она готовит для упаковки, для яиц. И вот для того, чтобы это делать, в принципе, бумага берется не только Хабаровска, но и наших соседей, соседних субъектов. Если брать Приморье, то есть очень крупные компании в Приморье, которые готовы брать пластик. То есть различный пластик. И даже от нас, от Хабаровска, пока нет у нас здесь переработки пластика, везется этот пластик у Суэрска. Это тоже будет упаковка для яиц, только пластиковая? Я думаю, что будут другие там моменты. У нас телефонный звонок. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, слушаю вашу передачу, вы знаете, много обещаний, много говорят. В Советской Гавани побывала, вот пусть бы чиновники туда съездили. Там мусор не вывозится очень долгое время, очень долгое. И помойки переполнены. О каком разделении мусора вообще может идти речь, если не могут элементарно тот мусор, который есть, вывезти? Спасибо. Первый раз уже слышим про Ванина и Советская Гавань. Да, и там вообще общая свалка, по-моему, общий полигон, который даже никак особо и не оформлен, и не имеет никаких нормативов между Ваниной и Советской Гаванью. Там ведь тоже нужно решать эти вопросы. Нет, как раз полигон между Совгаванью и Ванина оформлен. Он действует, он имеет лицензии, и туда начали возить. Это произошло буквально полгода. Что касается Совгавани, это не Ванина, это Совгавань. Есть там действительно проблема, с которой местная власть справиться не может до сих пор. То есть там ушла управляющая компания, бросила все, что есть. И, грубо говоря, сегодня, по сути, не имея управляющей компании, администрация вынуждена за счет собственных средств бюджета этот мусор вывозить. Прямо от контейнерных площадок, находящихся на территории муниципального образования самого города Советская Гавань. То есть в других местах другого района, того же Ванинского или Совгавани, других поселений, такого нет. Это вот как раз минус работы, когда управляющая компания вдруг резко ушла, все бросила. И нет ни одной желающей в Хабаровске перекинуться. Насколько я знаю, Нина, подтвердит в социальных сетях люди, когда вот комментировали раздельный сбор мусора, многие считают, что это фикция. Не все его просто приветствуют изначально. Говорят, о какой сортировке можно говорить, если некоторые личности просто даже до контейнера не могут донести свой мусор. Бросают свои мусорные пакеты, где попало, по ночам просто из машин их выкидывают. К примеру, Наталья пишет, вот больше заняться ей нечем, как заставлять еще свою кухню вот специальными контейнерами или пакетами для сбора, раздельного сбора отходов. Говорит, что она категорически этим заниматься не будет. Сортируешь ты или нет, пишет Кирилл, в конечном итоге в одну кучу все пойдет под бульдозер. Говорит, у нас уже Ильинка из ямы превратилась в сопку мусора. Кто-то уже сортирует мусор, если есть специальные баки, и пишет, что именно в этом случае он чувствует себя приобщенный к цивилизации. И вот сразу вопрос. Одна из наших подписчиц собирает батарейки, специальную баночку, а потом сдает их в пункты приема. Но задает вопрос, что вообще происходит с цивилизацией, потому что говорит, что вроде бы слышала, что где-то с ней проблемы. Батарейки действительно перерабатывают? Перерабатывают батарейки в Хабаровском крае нет. Их накапливают, а потом везут на специализированные компании, они находятся не на территории Хабаровского края. И получается, их пересдают? Нет, конечно. Их никуда не выкидывают, их не под бульдозер и так далее. Их накапливают и вывозят на специализированные организации. Теперь, что касается... Прокомментирую немного. Действительно, мы упростили момент, связанный с тем, что такое раздельный сбор. То есть порядок в Хабаровском крае в ближайшее время будет утвержден. Я об этом говорил. Мы под порядком раздельного сбора понимаем, не нужно сортировать на 5, 6, 7 фракций. То есть поставить, если отдельно один контейнер, куда будут все остальные, кроме пищевых, складываться отходы, и в дальнейшем уже специальные организации готовы все это брать, отдельно разделять пластик, бумагу и так далее и тому подобное. Дарья Викторович, ну вот я вас перебью уж, простите, я просто восхищаюсь тем людьми, которые организуют раздельный сбор мусора. И у нас есть такие акции, они действительно принимают, но там есть определенные требования. И вот так вот просто с одного контейнера они не будут заниматься сортировкой, они просто физически не успеют это сделать. Там вообще определенные требования, чтобы бутылка пластиковая была не просто смятана, должна быть помыта, потому что иначе будут запахи. Если бы это мусор будет просто золотой, это же очень дурно. Я про пункты приема сейчас не говорю. Действительно, в пунктах приема есть определенные требования. Я сейчас говорю о том, что на контейнерных площадках, если появится отдельный контейнер, а он будет появляться, я вот уже назвал, почти сотни дворов, где стоят эти контейнера. Если появится отдельный контейнер, то есть задача регионального оператора, который все-таки у нас появится при определенных условиях, уже обеспечить работу с этим отдельно контейнером. Все это его задача. Но люди будут платить по факту только за то, что осталось в контейнере для остального, для пищевых и так далее. Вот в этом еще смысл раздельного сбора, получить в квитанции за фактический вывоз. У нас есть примеры, я их приводил, то есть при раздельном сборе люди платят меньше на 20, 30, 40 и даже 50 процентов. То есть вот та мотивация, о которой мы всегда говорим. То есть когда стоят два контейнера, вы бросаете в один отработанные, отобранные, опять же говорю, не надо разделять на все, там, отдельно бумагу, отдельно пластик и так далее. Нет, все бросили в один контейнер. Пищевые бросили в контейнер общий, старый контейнер, который всегда у вас стоял. И заплатите вы ровно за столько, за сколько накопилось именно в контейнере для пищевых отходов. У нас телефонный звонок. Екатерина Петровна, здравствуйте. Да, да, да. Мы вас слушаем. Я слушаю вас. Это мы вас слушаем. Да, это вы меня слушаете. Вот смотрите, я живу в поселке Хор. Я предприниматель мелкий, очень даже мелкий. Сейчас в многоэтажном доме у меня магазинчик. У меня, я часть этого дома. У них стоят три контейнера. В неделю у нас собирается маленький пакетик мусора. Ну то, что мы себе там что-то принесли покушать. Больше другого мусора у меня нет. Почему я не могу к ним, вот где вот этот дом, кинуть к ним туда вот этот свой мусор? Почему вы со мной должны заключать договор? Я должна делать какую-то площадку? Должна делать свой контейнер? Ну, такой вопрос, хотя я, честно, слабо представляю, как у вас может маленький пакетик даже в квартире за сутки набирается порядочно. Я пришла на работу. Если даже небольшой магазин, ну... Давайте прокомментирую. У меня маленький магазинчик, понимаете? Я торгую вот детскими вещами. Хорошо, хорошо. Я прокомментирую вопрос. Действительно, вы не должны определять сами площадку и покупать еще контейнер и так далее. Как только начинает работать рекоператор, рекоператор, заключая с вами договор, определит вам место, куда вы будете складировать свои отходы. Это может быть даже контейнерная площадка вашего многоквартирного дома. А что еще? Сейчас есть управляющие компании, есть ТСЖ, нужно с ними переговорить на эту тему. Но еще раз говорю, что рекоператор в любом случае, значит, появится, он обязан начинать работать. Это будет коммунальная услуга с момента выхода рекоператора, там все будет урегулировано. Что это будет за компания, что это будет за региональный оператор, наш региональный, местный, или это коммерция, которая зашла с запада страны? Чтобы было понимание, потому что уже конец сентября, а с 1 января у наступают все новые правила. Я бы хотел сказать следующее. То есть мы максимально при проведении конкурса, это в любом случае конкурсный отбор, мы при проведении конкурса максимально открыли возможность входа сюда любой компании, которая соответствует требованиям определенным, имеет лицензии и так далее, имеет опыт работы в этой отрасли и так далее. Поэтому, конечно, мы нацеливаемся прежде всего и сподвигаем к тому, чтобы местные компании все-таки вышли на этот конкурс и выиграли, имеющие уже исторически сложившиеся какие-то схемы свои. Поэтому выйти может кто угодно, но правила, по которым будет работать этот рекоператор, они определены четко в соглашении, которое мы заключим с выигравшим этот конкурс. У нас телефонный звонок. Надежда Васильевна, вы хотите вспомнить советское время, да? Да. Вот я хочу сказать, что сейчас много просто говорим, очень долго говорим. Очень большие деньги, все это вот для того, чтобы перерабатывать мусор. Вот из советского времени хотя бы взять что-то полезное. Сдавался, бумага сдавалась, картон и прочее. Ну, обязывали предприятия. Вот я работала в торговле. Каждому магазину, каждому складу доводилось норматив. Сколько сдать бумаги, картонок. Сейчас мы не можем довести, ну, хотя бы как-то стимулировать. Люди сдавали, стимулировали их, допустим, книгами, там, чем-то дефицитным товаром, да? Стеклотара. Она вся сдавалась буквально тоже, принималась и шла на спорт сырье. Вот даже на это можно было бы как-то, не вкладывая огромные деньги, не создавая больших проблем, можно было бы как-то наладить это. Металлолом. Доводились нормы для предприятий. Так же все сдавалось. Предприятие деньги за это получало. И как бы меньше было мусора в этом плане. Хорошо, спасибо. Хорошее предложение. Проще бы было. Конечно. Металлоломы сейчас сдаются. Есть пункты, куда привозили любой металлолом, у вас его примут и заплатят за это. И даже люки все снимают. Да, поэтому создание пунктов приема мы рассматриваем и разговариваем с людьми, которые инициативные люди, которые просчитали, пока они не видят в этом экономике на самом деле. То есть учитывая стоимость этого вторсырья. Но идеи такие есть. Создать вот эти пункты, которые сейчас находятся, о которых вы говорите. Нет, основная мысль, что нормативы для всех предприятий, школы, организаций, каждому сдать только металлолом. Мне кажется, потом в погоне за этими нормативами будет сдаваться все, что угодно вообще в принципе. На самом деле нормативы есть. Нормативы есть. И образование твердых коммунальных отходов, оно нормировано для офисов, для киосков, для лавочек, для магазинов, для всяких, даже для парикмахерской. Эти нормативы есть. И оператор, когда начнет работать, он будет с этими нормативами заходить в эти компании и предлагать заключить договор. Вопрос еще у Нины Хабаровой. Это не вопрос, уже комментарий, что многие все-таки поддерживают раздельный сбор мусора, уже присоединились к нему и говорят, что сортируют мусор у себя дома и раз в месяц отвозят ребятам из компании «Сбор КХВ». И говорят, что было бы намного удобнее все-таки, если бы появились какие-то пункты в шаговой доступности, чтобы можно было сдавать это не только раз в месяц, а значительно чаще. Ну вот действительно, хотелось бы, но опять же, если будет в каждом дворе появляться вот такой специальный контейнер, куда можно просто сбросить отходы, которые не связаны с пищевыми, это будет действительно неплохо. Но, насколько я понимаю, вот именно эти отходы мы за них вообще платить не будем, да? Нет, именно суть мотивации вот этой реформы заключается в том, что как раз отсортировать ты за это, за вывоз, за это ты не платишь. То есть только пищевые отходы, которые сокращаются значительно, и, ну да, это тогда удобно, конечно. Ну, с грехом пополам, мне кажется, все-таки система будет отлажена, и, в принципе, все будет зависеть уже от нас с вами. Так что даже если у вас пока нет сортировки мусора во дворе, вот готовьтесь как бы, хотя бы пищевые отходы отдельно в пакетик. Ну, заодно и вонять, простите, в квартире будут меньше. Продолжим после рекламы. Продолжение следует...